Владимир Ильич Ленин Ленин – это человек, который мир перевернул. И весь мир сейчас идет по этому пути. Многие столкнулись с этим. Это очень важно, так как он наш земляк. Нужно помнить, знать историю. Вождь мирового пролетариата. Вождь пролетариата. Замечательный символ нашей области. Вообще, великий человек, замечательный юрист и экономист. Ой, ну это, по-моему, вождь пролетариат наш. Сегодня 22 апреля, у него день рождения. Ну, во-первых, он у нас Октябрьскую революцию, при помощи Октябрьской революции он пришел к власти и пробыл там до 1924 года. 22 апреля, правда, по старому стилю, день рождения не только Владимира Ильича Ленина, но и еще одного нашего земляка Александра Федоровича Керенского, председателя Временного правительства России. Две личности, два политика, два медалиста, выпускника Санкт-Петербургского университета. Они оба вошли в революционные события. И вот эта незримая связь этих двух семей, она всегда связывала и Владимира Ильича, и Александра Федоровича Керенского. Когда мы отмечали столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а Керенский был еще жив. Кстати, это было очень удивительно, он был совершенно забыт в нашей стране. Керенский был забыт тогда, но помнит ли о нем сейчас? Накануне в Ленинском мемориале состоялось открытие выставки «Ленин и Керенский. Миф и реальность», которая приурочена к 147-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 136-й со дня рождения Александра Федоровича. Безусловно, я считаю, что такие мероприятия и похожие на эти мероприятия очень важны, особенно в наше время. Во-первых, мы подчеркиваем то, что мы знаем свою историю, изучаем ее, продолжаем ее изучать, открываем новые страницы, дорожим этой историей. И это очень большой период в жизни нашей страны, очень важный период. И мы, конечно, обязаны познакомить с этим периодом нашего государства и подрастающие поколения молодежи, которые не так много знают. К сожалению, историю своего отечества знают далеко не все. Однако, если про Ленина есть хотя бы минимальные знания, то о Керенском большинство даже не слышали. А вот насчет Керенского нет. А этот человек, который ничего не сделал, просто был Симбирска. Вот и все. А Великого он ничего не сделал. Ой, ну это уже из белогвардецев что-то там. Кто он? Тоже революционер после Ленина. А вот тут у нас затопок. Так, Керенский, ну это, сейчас скажу, это тоже политический деятель, который был также при Ленине. В регионе ведется активная работа по сохранению культурно-исторического наследия. Неделю назад в городе была открыта памятная доска, посвященная Ленину и Керенскому. У входа в здание, где первый учился, а второй родился. В этом году также отмечают 100-летие февральской и октябрьской революций. Этому событию и будет посвящена целая программа мероприятий. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.